Я общаюсь с нашими экономистами серьезными. Они говорят, что на Западе сейчас развивается очень интересный процесс. Когда-то, в 30-е годы, произошла революция менеджеров. И менеджеры стали важнее владельцев. Они стали получать баснословные суммы. Вот сейчас начинается контрпроцесс. Владельцы решили, что с этим нужно заканчивать. И начался, и идет противоположный процесс. Это идет анти-менеджериальная революция. Как она закончится, будет зависеть от очень многих других факторов. Но сама эта линия напряжения еще больше добавляет напряжения в современную мировую ситуацию. Ведь есть еще одна очень неприятная для мировой верхушки линия. Это противостояние старых и молодых денег. Кристин Лагард в 2012 году, 12-13 октября в Токио, на совместной встрече Мирового банка и Международного валютного фонда, она прямым текстом сказала, что нужно подводить моральную и юридическую базу под раскурочивание вот этих молодых денег, которые нажиты на нефти и нажиты, так сказать, бюрократией, которые чиновниками, которые обслуживают вот этих всех людей. И предпринимается уже целый ряд шагов, чтобы эти молодые деньги подсечь. Ну, например, в Соединенных Штатах недавно был принят закон, который ставит под контроль покупку крупной недвижимости. Причем человек, который покупает недвижимость, он может даже и не знать, что он оказался под колпаком, потому что это действует через... Берут за горло, берут страховщиков, потому что если ты покупаешь в Штатах собственность, ты ее должен застраховать. Вот к тебе не приходят, приходят к страховщику. Одновременно в Штатах принят закон, что тот человек, который сейчас купил недвижимость, он не может от него быстро избавиться. То есть те люди, которые в Штатах купили недвижимость, они сейчас в ловушке оказались. И, как говорят американцы, первое, кого они будут рассматривать, это выходцы из России. Новый премьер-министр Великобритании уже сделала заявление, что они проверят покупку крупной собственности в Великобритании и, в частности, в Лондоне. А это Лондон, это Лондонград. Это наша недвижимость, на основе недвижимость наших российских олигархов, полуолигархов, четверть олигархов и так далее. Я думаю, что грядут очень серьезные внутри капиталистические, выражаясь языком, при обладненном, разборки между представителями совершенно различных групп и здесь возможны очень разные варианты. Не исключено, что появятся какие-то принципиально новые формы сращения между банками и корпорациями. И мы увидим на финишной прямой капитализма возникновение таких форм, которые будут полным отрицанием капитализма. То есть, они будут созданы для спасения капитализма, но, как это часто бывает, они окажутся тем, что уничтожат капитализм. Как это было в конце феодализма, когда создавались крупные компании, в которые вкладывались феодалы, сеньоры, чтобы торговать на мировом рынке. Оказывалось, они подписывали себе, в перспективе, своему слою, смертный приговор. То есть, история очень такая дама коварная. К сожалению, я должен сказать, в мире очень, не только у нас, но и в мире не так много исследований, структуры и отношений в верхушке мирового капиталистического класса. Вот где-то с 80-х годов западные фонды вообще перестали выделять гранты на исследования мировой верхушки. Потому что это оказалось, сказать, такое табу. И, кстати, очень интересно, вот как преподается та же политэкономия, историко-экономическая мысль в различных учебных заведениях на Западе. Вот в учебных заведениях для элиты обязательно изучают Маркса и Парета. А для среднего класса там Поппер, Хайк, то есть, грубо говоря, быдло Маркса не надо знать. И Парета – это для тех, кто почищен, это для элиты. А вот, сказать, быдло – это вот там таких, сказать, третистепенных политологов, западных, которых сейчас напереводили у нас в России. У нас же в 90-е годы хлынула мутная волна западной политологии и социологии, третисортной, которую нам подали как первый сорт. И наша, так сказать, политология, она взращена на вот этих отходах.